Десятый том книги «Открытым оком», вопрос номер 2346. «Какие времена были самыми трудными у вас, когда вы уже создали общину? Кто вас более всего поддержал тогда?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Как ни прискорбно, но, как и всегда в истории Церкви Христовой, самыми большими гонителями были епископы свои, главные инквизиторы. «Прошло уже десять лет, зарубцевалось многое, но оно может всплыть после обеда. Если человек невозрожденный от слова Божия, а верующий только по традиции, то у него временное прояснение мгновенно может утянуть его в омут тьмы и озлобления, гнева и ярости. Да не будет с нами сего и с нашим архиереем. «Родной мой брат, отец Иаким, он кроткий, мудрый и терпеливо сглаживал накаленную до бела обстановку в отношениях с нашим правящим архиереем». Вот его письмо полностью, как и другие письма, без купюр. Кавычки открываются. 8 января по старому стилю, 21 января по новому, 1995 года, преподобного Георгия Хазевита. «Благословите, Преосвященнейший Владыка! Получил от вас сегодня сразу два письма, одно с рождественским посланием и другое с порицанием. Сердечно благодарю вас за послание рождественское, хотя и получили с опозданием на две недели. Рождество встретили в Потеряевке. Из Барнаульской общины приезжало 31 человек. Встречали у поезда на лошадях. Мороз был минус 30, с ветром. Служили на праздник ночью. Служба прошла хорошо. Хор пел слаженно и молитвенно. Никто даже не дремал, даже малые дети, все бодрствовали. Закончилась служба в 4 часа утра, и все потом разговлялись. Днем катались на ледяной горке. Вечером все ночную служили, в воскресенье утром литургию. А ночью уже провожали гостей на поезд. На богоявление служил в Барнауле. Обосновались на новом месте, рядом с домом, где раньше служили. Соседи-коммерсанты дали нам в подвале дома две комнаты, квартиры 60. На богослужении было 65 человек вместе с оглашенными. Водосвятие было накануне праздника и в праздник после литургии. Домой вернулся ночью, и воду светили уже в первом часу ночи. После литургии члены общин частично собрались на квартире у Игнатия Тихоновича, и он зачитал от вас письмо. Я был очень удивлен содержанием написанного и не поверил вначале, что это от вас. Зачитал он и письмо, адресованное мне, но полученное им. Пока я не увидел вашу подпись, я не хотел верить, что это от вас. И сегодня, уже вернувшись домой, получил лично такое же письмо. Поэтому я вот сейчас попытаюсь ответить вам по содержанию письма к статье Игнатия Тихоновича. О слове я абсолютно не имею никакого отношения. Я эту статью увидел позднее, чем вы. Дать анализ этой статьи я не могу по той причине, что просто у меня не хватает для этого знаний. Эта статья – личный труд Игнатия Тихоновича, и он в ней высказывает лично свое мнение по данному вопросу. «Богослужения я веду согласно повсеместной практике в православной церкви только на церковно-славянском языке. И никогда не дерзну самолично что-то изменять без соборного на то решения или вашего архипастерского благословения. Хотя вам, пожалуй, известно, что я еще, служа настоятелем в Тобольске в 1980 году, попытался в Великий пост считать кофизмы и паремии на русском языке, подражая владыке Максиму, то ревнители славянского языка тут же послали на меня епископу докладную, где настоятель вводит в храм католическое. Епископ вызвал меня на ковер и сказал, что в этом канонического преступления нет, но ради мира церковного и немощи ближних не надо этого делать. Я подчинился, конечно, но запретом он мне не грозил, а только однажды грозился лишить сана, когда я не пошел на выборы голосовать в 1984 году. Когда в 1986 году судили Игнатия Тихоновича по статье 191, то я продолжал служить, и КГБ явно мне не препятствовало и не грозили. Хотя, конечно, держали под наблюдением. И сейчас, когда нет никаких последствий этой статьи, хотя на сегодня ее, может быть, прочитали уже много архиереев и священнослужителей, но я уверен, что служба от этого не ведется ни в одном храме на русском языке. Узнал от Игнатия Тихоновича, что он послал эту статью всем архиереям Московской Патриархии и заграничным, и также многим священнослужителям с просьбой дать анализ его труду. Это его личный труд. Его мысли никак и нигде не воплощенные в дело. И вот за мысли только одного человека запрещаете, отлучаете от тела Христова сразу две общины, то я не понимаю, Владыка, для чего это так-то? Или мы чем-то вам не угодили, и эта статья просто удачный повод. Вот вы и отказываетесь с нами молиться, что, по-вашему, у этой статьи и Христа нет посреди нас. Гоните нас куда-то, но нам идти некуда. Мы даны вам Богом, и вы нам даны Богом, как Отец и Господин. Терпите нас, учите, наставляйте, сражайтесь за нас даже до крови. Хотя вы гнушаетесь с нами, но мы молимся за вас и любим вас, как и прежде. Своим письмом вы дали огня молитвам, и мы верим, что недолго продлится скорбь двух общин, оставленных Господином и Отцом. Для меня лично ваша угроза запретов служения была как удар дубиной по голове. Одно только и вертится в голове. За что же? Простите нас, Владыка, ради Христа. Просим ваших молитв. С любовью о Христе, протеерея и Аким, и вся ваше барнаульское потеряевское паство. Если есть возможность, помогите хотя несколькими экземплярами календарей. Книга Придж Соломоновых, 15 глава, 1 стих. Гнев губит и разумных. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Молитесь, заповедовал Христос, да не случится вам бежать в субботу. Когда враги окружат, не высунешь и нос, сегодняшнюю дорожи свободой. Молитесь, чтобы не была зима, грозящая бесплодием и измором. Дрожание усилится весьма, вопль и зайдет. Падите на нас, горы, молитесь, и голода услышит. И сократит дни предреченной казни. Когда согнетесь под чужою крышей, беда из всех щелей чудовищем вылазит. Молитесь, это от меня и неизбежно. Жестаковыные, съедающие ближних, мой раб, как голубь, глупь во всем невежда. Масленица кончилась, доедены ковришки. Молитесь за детишек угорелых, упоенных на стойкою кровавой. В осаде города закончат на тарелках. О, нераскаянные, я ли стал неправым? Молитесь, ваша прибыль не поможет. Изломанные судьбы догорают. И царь пленен, но только чуть попозже, заброшенная сеть подтянута до края. Молитесь о слезах и о молитве. И даст вам Бог преступность осознать, покаяться. Вы в паутине липкой, клейменные рабы, на лбу тут виден знак. Молитесь благодарными хвалами, долготерпение Бога оцените. В рассветах и в закатах пророческое пламя, война всемирная уже почти в зените. Молитесь, ублажая нерождавших, сосами не питавших вожделения. Слова Христа из Библии на страже, падите ниц, внемлите на коленях. Игнатий Лапкин. 15 ноября 204 года.